Пока Германия готовится к новой волне пандемии из-за более заразного варианта коронавируса Omicron, некоторые протестуют против введения жестких ограничений. Каждую неделю тысячи людей выходят на акции протеста во многих немецких городах. На эти протесты, которые имели место в последние два года, уходит много сил, потому что в таких ситуациях, с одной стороны, нужно гарантировать безопасность, а, с другой стороны, приходится выполнять и повседневную работу, что требует больших усилий и затрат. Правительство отрицает, что полицейских не хватает. Уже несколько месяцев проходят протесты против мер по борьбе с пандемией. Полиция к этому готова. Полицейские разных федеральных земель справлялись со своими обязанностями. Если есть необходимость, федеральная полиция оказывает помощь, как сегодня, например. Так будет и дальше. В протестах участвует малая часть населения. Три четвертых немцев одобряют меры по борьбе с коронавирусом, а треть населения хочет, чтобы ограничительные меры стали жестче. Конечно, люди имеют право высказывать свое мнение, но я не согласен с их позицией. Я бы не пошел на такой протест, но принял бы участие в акции за ограничительные меры. Нельзя протестовать против вируса. Безумие протестовать против ограничительных мер. Если ультраправые что-то поддерживают, то следует присмотреться к тому, что они поддерживают. В Берлине, по данным полиции, не было крупных беспорядков и столкновений. Чего не скажешь о других городах Германии, где дело доходило до задержаний десятков человек. А потому для того, чтобы одержать победу над пандемией, правительству надо прислушиваться к мнению скептически настроенных немцев.